Всего пара суток, как дизайнер интерьера Анастасия Гончарова, работает в новом статусе. Теперь она официально относится к числу самозанятых. К этому решению женщина шла осознанно. Почти 20 лет была сотрудником мастерской, но захотелось большего и для развития ушла в свободное плавание. В семье девушки принцип «все должно быть честно». Поэтому скрываться от налоговой Анастасия и не думала. Пошла и зарегистрировала себя как самозанятая. Эта система крайне понятна, крайне чиста, очень удобна. Сколько ты заработал, столько ты заплатил этот налог. Это удобно и для самозанятого, и для клиентов. Клиенты даже еще больше выгода получают. Если мы, допустим, платим юрлиц, это 6%, они возвращают налог 20%. Ну, я так примерно говорю. С отменой налога на вмененный доход у россиян осталось несколько вариантов. Перейти на упрощенку, патент или стать самозанятым. Последнее поначалу вызвало большие сомнения. Людей пугал официальный статус и оплата налогов. Но 4% для физических лиц и 6% для юрлиц. Такие размеры многие сочли приемлемыми. И вот последние данные по краю. Число индивидуальных предпринимателей и самозанятых почти сравнялось. Хотя последнему режиму налогообложения в регионе не полных 2 года. Только с начала 22-го самозанятых стало на 30% больше. Причем выбирают этот режим и индивидуальные предприниматели. Из всех самозанятых, 44 тысячи их, порядка 6% имеют статус индивидуальных предпринимателей. Остальные это граждане, которые, в общем-то, мы говорим о том, что они либо поменяли режим налогообложения, либо вышли из тени. Такого роста числа самозанятых. Но, видимо, режим очень популярным оказался. Право на формирование пенсии самозанятость тоже сохраняет. Самые популярные для этого режима сферы – бьюти, айти, маркетинг, перевозки и ремонт. Ограничения по сумме дохода не больше 2,6 миллионов рублей в год. А еще нельзя иметь наемных сотрудников. Впрочем, скоро в стране должен начаться эксперимент, допускающий у самозанятых штаты из пяти работников. Кстати, Анастасии с ее планами это бы подошло. Дальше я думаю, что да, мы будем расширяться. Скорее всего, это будет ИП. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...